Ровно 36 лет назад, 7 сентября 1988 года, в Саратове состоялся первый концерт группы «Комбинация», которая была невероятно популярной в начале 90-х. Красивые девушки в откровенных нарядах пели о характерных явлениях того времени, в том числе о мечте выйти замуж за иностранца, о дефицитной колбаске и даже новой модели «Жигулей», которая внезапно может стать помехой в отношениях. Сегодня мы решили вспомнить историю создания легендарной группы, малоизвестные факты и хиты легендарного герлс-бенда. Конечно же, мы не могли пройти стороной мимо нашумевшего одноименного сериала и разобраться, что в нем не так и чему верить не стоит. Меня зовут Сергей Евдеев и начнем мы с истории. Когда на советском телевидении уже вовсю гремела группа «Мираж», в Саратове искали девушек для новой группы «Комбинация», которая бы стала музыкальным ответом «Ласковому маю». Созданием группы занимались композитор Виталий Окроков и бывший милиционер Александр Шишинин, который мечтал стать музыкальным продюсером. До комбинации Шишинин успел поработать с Барри Алибасовым, который и подкинул идею создания девичьего варианта группы «Ласкового мая». Но это одна из версий создания комбинации. Согласно другой, Шишинина очень впечатлило выступление коллектива «Мираж» в Саратове, после чего он решил создать свою группу. Так или иначе, бывший милиционер вместе с композитором Виталием Окроковым приступил к поиску участниц. При этом каких-либо серьезных кастингов организовано не было. Девушек присматривали среди знакомых и даже просто на улице. Довольно быстро в коллектив попала 17-летняя школьница Татьяна Иванова. По ее воспоминаниям, первоначально Шишинин хотел пристроить в группу девушку с красивыми длинными ногами, которую случайно встретил на улице. Но та не умела петь. Тогда за помощью Шишинин обратился к 17-летней Татьяне. И с тех пор в группе появилась первая участница, которая оставалась в составе комбинации на протяжении всего существования группы. Ее главную напарницу в комбинацию привел Виталий Окроков. Он вспомнил о своей знакомой Лене, которая училась в консерватории. Девушка, когда услышала, что за выступление ей будут платить целых 10 рублей, сразу же согласилась стать участницей группы. Чуть позже Лена стала выступать под фамилией своего бывшего мужа. И стала Аленой Абиной. Обе девушки действительно представляли собой комбинацию скромной ученицы консерватории Алены и бойкой Татьяны. Вообще, такое название группы появилось из-за смешения различных стилей в музыке и разную подачу выступлений. Хотя раньше ходили слухи, что названием группы стало слово, которое обозначало женское белье. Новая группа-комбинация начала свой путь в мир большого шоу-бизнеса с выступлений в колхозах Саратовской области. Спрос был большой. Условия? Отвратительные. Выступать порой приходилось при свечах. Зато участницы группы, как и мы обещали, получали по 10-15 рублей за концерт. А по тем временам даже 100 рублей считались приличной зарплатой. Шишинин записывал все концерты на видеокамеру и отсылал кассеты продюсерам. Те в успех группы не верили и лишь смеялись над девчонками. Как и с кем в итоге Шишинин договаривался о концертах, история умалчивает. Но в период тотальной коррупции делиться приходилось со многими. В конце 80-х на Западе вовсю гремели Абба, Модерн Токен и многие другие музыкальные группы. Мотивы Евродэнса переняла и комбинация, но добавила к ним простые околонародные тексты, герои которых советские граждане узнавали себя. Так, в 89-м году комбинация выпустила первый хит Russian Girls, который принес группе небывалую популярность. Необычная по тем временам идея использовать английские слова в русском тексте была предложена Шишининым и Окараковым. И как раз таки этот прием выделил комбинацию среди других советских групп, что позволило ее участницам перебраться в Москву. На переезде в столицу настоял Шишинин, который хотел сделать из коллектива конфетку. Ради этой цели продюсеру даже пришлось продать в Саратове свой автомобиль, чтобы обеспечить жизнь группы в столице на первых порах. Сначала девушки устроились в комфортной гостинице с видом на Кремль, не думали, что так будет всегда. Однако деньги от продажи машины заканчивались, и условия становились все хуже и хуже. Аппина вспоминает, что несколько раз им приходилось ночевать на Павелецком вокзале, а питались они тем, что высылал отец Шишинина. Больше было нечего. Кроме того, сомнения в покорении столицы усилились, когда известный продюсер Александр Иратов, увидев комбинацию, посоветовал Шишинину уехать обратно в родной Саратов. Но молодой человек проявил себя продюсером от бога. Он стучался во все двери, а параллельно распространял кассеты с записями по всем поездам страны. Согласитесь, гениальный ход. Потом нашлась студия, которая была готова взять комбинацию под крыло, и когда они вышли на свой первый большой концерт в Москве, весь зал пел хором. Песни уже ушли на рот. Комбинацию удалось покорить сердца светской аудитории не только веселыми песнями о загадочной русской душе, но и стилем, который впоследствии стал той самой модой 90-х. Сегодня ретро-олимпийки разноцветные лосины снова в тренде, благодаря различным кинопроектам. А в 90-е буйство красок в одном образе считалось новаторством. Девушки выступали в неоновых блузах и колготках, а их волосы путались в рокерских начесах. Пайетки и всевозможные блестки украшали мини-платья и буквально освещали серое советское ДК. Позднее яркая палитра стала отличительной особенностью рейв-культуры, рассвет которой пришелся на начало 90-х. Молодежь выбирала на вечеринке наряды самых сумасшедших цветов. Комбинация была далека от рейвов, зато близка массовому слушателю, и формировала стиль родителей юных рейверов. В 90-е малиновый пиджак и вишневая девятка стали синонимами роскоши и власти. И если интерес к пиджаку появился после коллекции Versace на неделе в моде в Париже в 92-м году, то спрос на автомобиль ягодного цвета вырос после релиза песни комбинации в 95-м. К тому моменту группу уже покинула Алена Апина, она начала сольную карьеру. Ее место заняла Татьяна Ахомуш, которая вместе с тезкой Ивановой пела про желанную всеми мужчинами девятку. Не стоит забывать о том, что то время было пронизано не только неоновыми красками, но и тревогой из-за слома привычной жизни. Группа комбинации совместила праздничные наряды с грустными строчками, а бедности, подав все это на блюде, с двумя кусочками колбаски. Кстати, трек о голодном времени был неоднозначно принят музыкальными критиками. Это был один из немногих случаев, когда обозреватель Артур Гаспарян поместил одну и ту же песню в чарте московского консомольца 92-го года одновременно и в топ-20 лучших треков, и в топ-5 худших песен того же года. С деятельностью комбинации связано сразу несколько громких криминальных историй, но самая популярная произошла в марте 93-го в подъезде дома на улице Металлурга в Москве. В этот день ударом заточки в бок был смертельно ранен продюсер группы Александр Шишинин, который снимал квартиру. При этом за несколько часов до убийства он обращался в правоохранительные органы, где рассказал, что ему несколько месяцев угрожают физической расправой. По словам продюсера, неизвестные настоятельно предлагали ему возобновить контракт с компанией Лисис во избежание дальнейших неприятностей. Но мотивов преступления было очень много, начиная любовными и заканчивая коммерческими. Но преступников не удалось найти до сих пор. На протяжении 30 с лишним лет состав комбинации неоднократно менялся. Через группу прошло около двух десятков участниц. По словам Ивановой, это связано с различными обстоятельствами в жизни девушек, в том числе с замужеством и рождением детей. Именно поэтому одни участницы уходили, а другие приходили. Всего у группы комбинация семь альбомов, включая первый сам издат «Ход конем». Самые популярные треки группы «Американ бой», «Бухгалтер», «Белый вечер» входили в главные чарты страны. Последний альбом «Давай поболтаем» вышел в 98 году, но песни из него не добились прежней популярности. В 2018 году в честь 30-летия группы Татьяна Иванова и Алена Апина выпустили совместный трек, который называется «Последняя поэма». Это кавер по Пури на сингл из кинофильма «Вам и не снилось» 1981 года. Солистки до сих пор дают совместные концерты, на которых исполняют главные хиты группы. Этой осенью на экраны вышел нажимевший сериал «Комбинация». За время, что шла премьера, боёпик о жизни легендарной музыкальной группы посмотрели миллионы зрителей. По традиции аудитория разделилась на два лагеря. Одним работа режиссера Никиты Власова показалась недостаточно документальной, а другие, напротив, восхваляют каждую минуту кинокартины, которая воссоздала антураж советского прошлого. Но что не так с сериалом? Давайте разбираться. Весь сериал я пересказывать не буду, в избежание спойлеров для тех, кто хочет, но ещё не посмотрел. Но главное, что я должен сказать сейчас, это то, что картина скорее не о группе, а о продюсере Александре Шишинине. Именно он выступает здесь главным героем картины. Для молодого человека поп-группа — это авантюра, которая идёт рука об руку с аферой. На правах сотрудника милиции он водит за нос сослуживцев, а перейдя в продюсеры, с переменным успехом надувает как уличных в трениках бандитов, так и тех, кто засел в кабинетах главных звукозаписывающих компаний. В общем, пускается во все тяжкие. Как по мне, актёр Никита Калагриевой, играя в сериале «Не больше двух эмоций», придаёт всему происходящему характерное для того времени лёгкое сумасшествие. И как иначе, если процесс создания группы состоит из попыток записываться в жутких студиях, концертах на грани нервного срыва, покупки шут на трассе и всего в таком духе? Стоит отметить, что актёры для сериала подобраны очень даже здорово. Внешнее сходство практически идентичное, но в фильме это не главное. Очень важно, чтобы актёры могли передать характеры своих героев. Опять же, у Калагриева это не получилось. В сериале он играл самого себя, но не Шишинина. Как вспоминает Окороков, Саша был бойким, любящим начальником для своих девчонок. Но он никогда так не кричал и не прыгал из угла в угол, как это показывал Калагриевой. Здесь можно сказать, что Никита перестарался. В сериале показано, что сам Шишинин придумал культовую песню Russian Girls, якобы послушав у ларька разговор двух девчонок. Но на деле такого не было. Песню в основном написал Окороков. И уже потом с Шишининым они решили использовать английские слова в русских текстах. В общем, делали то, о чём я говорил ранее. Кроме того, в фильме показана очень трогательная история любви Шишинина к жене Наташи. В кино он хранил бирку своей дочери из роддома, часто созванивался с женой и дрожил семьёй. Правда, до пика популярности. Когда группа стала знаменитой, то у продюсера появилась любовница. На самом деле всё было немного иначе. Опять же, по словам Окорокова, он очень любил свою дочку Вику. Но с женой Шишинин развёлся ещё до создания комбинации. Но его история с любовницей показана правдиво. Анжелика была роковой женщиной, которая вертела им, как хотела. Она имела на него неограниченное влияние. А он буквально не мог ничего делать, когда она была рядом. Как говорит Окороков, у Шишинина не было дорогих двухуровневых студий, которые показаны в сериале. Также не было и столь ярких вечеринок. Да и убит он был совершенно по-другому. На самом деле, Шишинин жил в маленькой съёмной квартирке на улице Металурков. И был убит человеком, которого следователи не могут найти до сих пор. Неизвестный подкараулил продюсера в подъезде его дома 5 марта 1993 года. Когда Шишинин поднялся к пролёту между вторым и третьим этажом, некий мужчина вонзил в его живот заточку. Некоторые предполагают, что убить Сашу в тот день не хотели, а лишь запугать. Но из-за очень медлительной скорой помощи продюсер умер прямо на руках соседей, которые выбежали на крик. На мой взгляд, преступник, показанный в сериале, может быть альтер-эго Шишинина, которое его выручало во многих проблемных ситуациях. Но в тот момент, когда надо было срочно что-то решать, разрулить молодой продюсер не смог. Поэтому и погиб. Много вещей, использованных в сериале, как говорила дочь Шишинина в своих интервью, были аутентичными. Что-то сохранила жена, что-то бабушка. Но даже несмотря на это, прически и некоторые костюмы группы в кино всё же не совпадали с реальностью. Как отметил тот же Окороков, ни у него с Александром, ни у пиви с комбинацией не было таких джинсовых костюмах и идеальных укладок, как показано в первых сериях сериала. Тогда в моде была кудрявая химия. Есть ещё несостыковки сериала в плане знакомства Окорокова и Шишинина, которое произошло совершенно не так. Да и захвата радиостанции и побоищ в клубе никаких никогда не было. Но я думаю, это не критично. Всё-таки картина больше художественная, нежели документальная. А дополнительный экшен только прибавляет интерес к сериалу. Да, некоторые зрители раскритиковали сериал и за то, что главные герои используют очень редкую по тем временам технику, которую было даже в Москве достать очень сложно, не говоря уже про Саратов. Есть ещё и настолько внимательные люди, что придираются к книгам, которые читают героини. Мол, не могли ещё тогда такие выдаваться. А если и могли, то выглядели книжки не такими растрёпанными и зачитанными до дыр. Но это уже, на мой взгляд, высосанная из пальца критика. По сути, ни о чём. Главное же то, что создатели смогли передать атмосферу того времени и погрузить в неё своих зрителей. А на такие мелкие нюансы, я уверен, мало кто обращает внимания. А если и обратит, то вряд ли у них испортится впечатление. Тем не менее, главная заслуга таких кинопроектов заключается не только в том, что они дают возможность поностальгировать зрителям, но и повышают их интерес к почти забытым артистам, благодаря чему их музыка снова врывается во все чарты. После сериала «Слов пацана кровь на асфальте», например, саундтреки с хитами 90-х стали популярными у молодой аудитории, а некоторые песни получили вторую жизнь благодаря свежим ремейкам. На сегодняшний день у группы комбинация около двух миллионов слушателей на Яндекс.Музыке, но можно ожидать, что после сериала их число будет расти. И в этом ничего плохого я не вижу. Пусть будет лучше так. Ну а что вы считаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok